Попробую я, друзья, еще снять кусочек. Вот, где мы находимся. Это, извините за этот баждак, стыдно. Вот это вот, вот это вот, вот это вот, это все выброшенное уже. Давайте смотреть. Без всякой жалости, смотрите. Видели? Без всякой жалости. Вот это вот венгерка. Венгерка особая, ни-ка. Такого нет вообще в Сибири ни у кого. Ну, если есть тут, значит, кажется, что есть. Вот эти веточки я выкинул, отрезал. Сейчас еще покажу. Давайте пусть намусорю, но я снимал в виде фотографии, она как впечатление не производит. Смотрите, здесь есть персики, здесь есть, ну, вот, в среднем я отрезаю вот такие веки, вот такие вот. Попадаются еще длиннее. Ветка вот такая, она даже длиннее, чем я кладу в этот самый, в этот, как его, посылку. Да, вот она еще длиннее. Смотрите, где она, вот она, вот она, вот она. Так, вот она, вот она, вот она, да. Но она уже отрезана, потому что было еще сантиметров пятьдесят. И они там уже более толстые. Вот такая картина вы видите. Это все то, что если бы где-то попало бы в научный институт, примерно через пять-десять лет, не через тридцать, с помощью семенного разложения этих самых, после того, как произошло скрещивание искусственное, которое я еще со скоплением вложил. Вот, поэтому это бы попало. Уже на этом они могли сделать государство прям и точно. Причем лет за пять-восемь. А это еще верхушки. Видите? Вот. Это маленькая часть. Если бы я вам показал, сколько их было, пока я делал нарезку, тут у председателя нет никак. У президента Академии наук должно было бы инфаркт быть, если бы он хотя бы немножко разбирался в этом. Но у нас сейчас в науке таких людей нет. Почему нет? Ведь это, знаете как, гордость. Такой гонор невероятный. У меня, у нас, это Ольга Исакова и Наталья Медведева. Я их сейчас вспоминаю. Почему? Они оскорбили меня. Они оскорбили моего родного брата, двоюродного брата. Умнейшего мужика, тоже инженера. Они оскорбили моего сына, вот, который имеет, как он называется. Ну, в общем, образование агронома. Закончил колледж. Слово колледж у меня сразу давление подскакивает. Но, тем не менее, наверное, это раньше был техникум. Он агроном, лучший питомник России, лучший сад у нас в России. Вот. Но ответ такой. Все, что мы делаем, это на свете не существует. А если бы вы знали правду, вот, все, что вы видели, это вот тот самый, тот самый веник. Это примерно пятая часть. Ведь я же вам показывал. Они же вот так растут примерно. Смотрите. У меня всегда страшная проблема. Я возвращаюсь к проблеме черенков. Лучшие на планете черенки. Смотрите. Видите? Посмотрите прирост. И вот самое обидное, что самая лучшая часть, но это еще ладно. Здесь отрезается. Это высылается вам. Но вот толстоват, ребята. Не каждый может такие толстые делать косой срез. Тогда я говорю, ну, давайте вот такие. Но поверьте мне, то, чего тоже никто не знает, так уж сложилось, что почти никто. Вот с этого черенка, так, потом прирост, если по двое такого же, в два раза мощнее, выше, чем вот от этого, который, ну, размером с карандаш. Видите? Вот. А уж если бы удалось вот такой вот привить. А таких вельцев на всю страну несколько. Практически все они мои ученики. Вот видите? Вот такой бы удалось привить. У нас вырастает. Сейчас покажу. Я отойду подальше. У меня есть свидетели. У меня есть Бойкова Галина Николаевна, Турсун Полот Дускабилов и этот самый, наша звезда, я считаю, мирового масштаба, а не российского. Это Курдюм Николаевич. Все они мне и гости. Они подтвердят. Сейчас мы не пойдем на тот участок, но у меня без всякого полива вот такими вырастали за один год. Но это особая года. Это особая технология. Вот сейчас мы об этом говорить не будем. Мы будем просто поражаться, что, например, это абрикос Дар Небес. Посмотрите на него. Вам плохо не станет. Приросты 2 метра. Вот 2,5 метра. Вот-вот-вот-вот. Не могу показать рукой, не дотянусь. Вот тут 2,5 метра. У основания они толще моих пальцев. Попробуйте привить. Но когда мне удавалось привить, ну ладно, вот прям такой саженец возьмем. Это трехлетняя венгерка, да? Вот с Украины привез. Смотрите. Вот такие. Чуть-чуть ниже, потому что я вставал на цыпочки еще полметра и демонстрировал Курдюмова. Курдюмова оказался самый не угадыватель, а опытный. Он сказал, 3 года, а я говорю, 5 месяцев. Ну пусть это в данном случае слива трехлетняя, но именно вот такое вот дерево, а это был 1-5-месячный абрикос, он принимал за трехлетний. 4 года сказал Байкова и этот же саженец, когда в гости съезжались ко мне, наконец подъехал еще один товарищ, суперавторитетный. И тогда еще Николай Иванович так тихидно спросил, на сколько ему, 5 лет Николай Иванович гордо сказал, я ошибся меньше всех. Вот так бывает. Итак, качество черенков. Вот это, не смотрите, что там на самом наверху, вам покажется, что это скелет, что оттуда, вот где выше верхней веточки, пошел прирост. Нет, друзья мои, этого года прирост этого, вот отсюда, вот здесь было обрезано, отрезано на прививку. Вот видите, вот он, пенечек маленький. И вот отсюда, смотрите, вот, примерно уже больше метра до вот этого скелета небольшого, это все нарастало за одно лето. И вот еще, смотрите, сколько. Теперь скажите, а как это возможно? Ни одного полива, ни одного опрыска, никогда ничего. Какого хрена нас заставляет с весны до осени ухаживать за деревом? Это так ухаживать, что ни один ребенок столько не ухаживает. Вот, на выдумали работу? На каждый месяц, на каждую неделю. Чего там только нет. А вот он растет, и ни черта ему не нужен от нас. Он сам себе режиссер. Вот. Ничего не убрано, видите? Ничего не это самое. Вся еда осталась на месте. Вот. Я, знаете, часто привожу, это не часто, но привожу. Приходит к вам домой какой-нибудь посторонний человек, вот, который говорит, так, вы что, охерели? Вы знаете, что в этой еде водятся бактерии зловредные? И берет полный... А это правда? Зайдите в супермаркет. Дерьмо. Натуральное дерьмо. Вы же знаете, что там есть? Вот. И говорит, это все надо уничтожить. А вы говорите, да я же голодный буду. Плевать, зато здоровый. Голодный, но здоровый. И он берет с кухонного стола. Все светает. Все. Соль, сахар, перец. Там хлеб лежит, может быть, булка. Готовитесь к обеду. Вот. Он с плиты снимает, который греется этот суп. Выливает его в унитаз. Ой, ну унитаз нельзя. В окно. Нет, в окно нельзя. Выносит на улицу. Демонстративно в канаву какую-нибудь. Вот. Потом возвращается. Выгребает мешок. Все с холодильника. До последней крошки. И уносит. И говорит, все, это на помойку. Все. Вот подъезжает машина мусорная. Все. Наконец дома. Ни одной крошки. Говорит, теперь же вы будете здоровы. Почему? У вас не будет отравленной пищи. Дошло. Так вот так поступают в садах. Глядя на это, показываю вам, с твером тоном все ногой топнут. Немедленно все выскрести. Немедленно. Здесь искошенная трава. Здесь листва. В ней зимуют зловредные насекомые. А я вас спрошу. А полезные где зимуют? Там? У соседа? А у вас только зловредные? И человек берет. Год, два, три. Пошел нахрен у меня это. Кто-то бросает эту работу. И смотришь. А без всякого. Старые сады. 40-50 лет плодоносят. А молодежи нет ни хрена. Вырастили эти микроклоры. Пу, это самое. Говорить не хочу. И все это дерьмо. Или падает от ветра, потому что корней практически нет. Или засыхает, потому что корней нет. И они расположены только в верхнем слое, где почва мгновенно высыхает. Или посаженные ямки гниют. Или ветки от потрезанных чертовой матери. Все нижние. И дерево сохнет. И на морозе погибает. Вот это и есть наша действительность. В который раз говорю. Оставьте деревья в покое. Вот. Я с усянок твой подошел. Приросты более двух с половиной метров. Более двух метров. Видите? Дерево это было посажено здесь. Это. Вот так вот показываю. Вот здесь идет ряд. Вот. Слива. Слива. Это сувенир Востока. Это венгерка. Какая именно? Вон там на бирке. Это венгерка. Какая именно на бирке. Видите? Здесь был вот обрыг. Даже можно догадаться, что здесь. Вот эти деревья были мне в 15-м году уже только посажены. Вот. Это на постоянные места. А здесь была распахана вот такая полоса. И здесь были привиты на месте. То есть выращены подвойные сливы. И вот так вот привиты. Смотрите. Красота какая. Вот привита. И вот привита. Они были в два ряда. Видите? Поэтому небольшие скошены. Чуть-чуть под углом. И на эту гляньте. На месте привита выращен синиц. А это красно-синяя. Слева сегодня, кстати, письмо пришло. Вы пришлите 100 штук красно-синих. Значит, кто-то знает, что они подвойные. Вот это чудо из подвойных. На них было привито. То, что у них получился штамбы. Ничего. Это особенность такая. Именно у венгерок. Видите? Смотрите еще раз. Никто их не делал. Вон они, ветки. Которые ненавидят все. И требуют их отрезать. Не соображая мозгов, что они корни кормят. Вот эти ветки. Эти приказали бы сливать. Видите? Вот здесь уже разводка. А вот эти ниже. Не полотно. Убрать. Таких дураков развелось. И такие советы дурные. И здесь. А ну это груша. Ладно, проехали. Я пока о сливах. И здесь никто не убирал. Просто штамбы почти голые. Вот такие есть. И вот проходит. Всего лишь. Еще один год. Ну, здесь попытки привить не удалось. Ух, какие они упрямые. Это же венгерки. Они совершенно отличаются от этих. От Эрнхлодов. От домашних. От Китая. Совершенно. Вот. Их особенность. Упрямая. И вот они, видите. Один мертвый, другой. Но это я отвлекаюсь. Я не хвастаюсь. Это жизнь. Я умею прививать. Если бы мне не привелось, значит, чихала она хотела. На мои желания. Венгерка. Но тем не менее. Вот отсюда. Вот отсюда. Где рука? Вот отсюда. И вот досюда. Всего лишь сантиметров 30. Вот здесь были отрезаны. Вот здесь, видите. Вот. И пошел третий ярус. Третий год. Вот он, смотрите. Вот. И, наконец, они достигли чего? Правильно. Без всякого полива. Достигли водоного слоя. И более-менее приличное дождливое лето. И вот они просто. Два и более метра. Вот. Вот это вот абрикос. Вот он на холме посадил. Я сейчас не помню. Наверное, посадил привитый. Может, привел на месте. Вот эти я привел на месте. Вот они. Мне Елена Александровна Савинича помогала. Сегодня я с него срезал 9 веточек. Видите? Это дар небес. Вот. И еще дар небес. Но я с него срежу как? Вот тут не пожалел. Эта веточка в опасности. Видите? Причем, видите, как? Честно. Никаких этих... Как бы это сказать-то? Никакой халтуры. Вот. А в целом, посмотрите наверх. Я не собираюсь... Это у меня там есть маточное дерево и тут. Даже два. Но если вот эти ветки срежут для вас, вот это все, опасность страшная. Поэтому вот для самых отчаянных, ближний круг называю, срезал. И вот тут их штук 5, там 6, и тут 9, 15 штук. Все. На всю Россию. А вот это останется нетронутая. На том участке такая же, только старше на 3-4 года. Мощное дерево. Там полсотни черенков. Их Сергей срежет на прививку. Сергей Железов, мой сын, он же лучший питомников от России, учитывая качество питомника. Поэтому это... Никогда, нигде вы не встретите такого качества саженца. Так, доказательства. Сотни тысяч фотографий. Так, теперь. Теперь, теперь, теперь. А что же я тут-то срезал? А, вот они. А, это себе. И это, знаете как, третье поколение этого, Мичуринского. Интересно, оно... Я навтыкаю везде. Вот. Или плоды уменьшатся опять. В 30 догнал до 100 грамм, а теперь неизвестно, что будет дальше. А любопытство разбирает. В общем, вот я вам, в принципе... А еще у меня 10 минут. А, моргает. Моргает, может остановиться. Это третий фильм подряд. Он полежало в тепле. Вроде восстановился аккумулятор. Но без зарядки это не серьезно. Вот. Ну и чтобы еще показать. Когда вас учат отрезать, я рискую. Смотрите. Вот, видели, я отрезал. Говорю всю правду. Видите, это была ветка. Вон она замазана мной зеленым. Так. Посмотрите, как я мороз ударил. Посмотрите сюда, как мороз ударил. Вот она ветка обрезанная, замазанная. Глядите, что делается. А? Вот этот ужас, он преследует меня все время. Все время. И кушать хочется, и страшно резать. И у меня таких фотографий десятки. Вот. Только что... Только что... До среднего сразу портится. Ну, форму дерева посмотрели. Никто его отрезать не собирался. Это на данный момент мое самое крупное. Это 500 грамм. Вот. Это тот самый Голден, который я назвал клон Железова. Признали бы его Голден Дэли сейчас, но не признал никто. Вот. Ни Чернобаев, ни Курдюмов не признал его. Никто, ни Бойкова. Значит, кто-то напутал, присылай мне серенки. Но выросло такое! О, а еще часть серенков я оставил вам уже. Видите, где зелененькое, это вам. А самое верхнее, Сергей Железов, отрежет и продаст вам в виде саженца. И эти саженцы, единственные в России, будут безукоризненные. Может, еще два таких есть. Но зато есть сотни халтурщиков, мошенников. Фотографию мои воруют. С Латинкова воровали несколько. Моих несколько десятков. Ну, в общем, начинает темнеть. И я заканчиваю. Я заканчиваю. Этот фильм будет немножко покороче. А, обратите внимание, потому что на светлом небе видно. Вы видите, как густо растут эти почки? Это их бич. Когда даже, получается, когда надо делать ровный длинный срез косой, не получается, почки не мешают. Получается, он чуть-чуть волнистый. Почему? Это и шпоина. Это высшее мое достижение. За это достижение должно государственную премию получить. Потому что это супер плоды. Это супер дерево. Это сочетание морозостойкости, необыкновенного вкуса. Его мама, единственное дерево, правда, единственный год, когда был первый урожай, видимо, он был максимально сладкий. И запах меда стоял, потому что все плоды были раздолблены, торчали косточки. Вот, тысячи пчел накидалось. А вот, и что странно, все было бело. Бабочек. Почему бабочки? Никогда такого не видел. Я понял, родился шедевр. Потом этот шедевр, видите, один из его дочерей или внуков. Уже внуков. Вот. И что мы видим? Еще сохранились расстояния между... Это отличительное качество. Расстояние между пачками. Близкое, близкое. Его можно было обмануть, весь мир обмануть, сказать, что это колновидное. Тем более, они густо растут. Захотел бы, разбогател бы только на одной фаине. Ни одного слова вранья, ни единого. За всю жизнь причина. Хочу уйти на то небо чистым, незапятанным. И да, но уже то, что достигнуто, не называя колоновидное. Все равно шедевр. Все равно необыкновенное. Вот. Но у материнского дерева еще гуще были. Вот это отличительная черта. Не знаю, смогу ли я вам показать поближе. Смотрите. Видите? Вот так она выглядит. Вот. Но каждый год подвой влияет, соседи влияют. Так? Я все-таки считаю, что понятие ветром надула существует. То есть, урожай большой, даже когда пчел дед. Есть только швели, не боятся холодной весны. Но их всегда мало. Значит, густая посадка. Значит, все-таки с помощью ветра могло попадать. Но я все равно это слово ветром надула применяю к полушутя. То есть, прямые половые связи, без зачатия. А если еще точнее, неполное зачатие, когда гены спермы все-таки попадают в пестик. Зачатие или потом... У меня же первый год. Все до единого зеленого сыпались. И я решил, генетическая несовместимость. И у меня тройной гибрид. Вот. Этот... Вегетативный гибрид. Подвой. Манджурис. А академик в него... А он у меня увеличился до 100 грамм. В него был внедрен академик. Внедрен, мое любимое слово. Привит. А уже в крону академика привит Королевский. И тогда плоды на... Заметьте, Королевский был только веткой. Плоды на академике стали вот такими круглыми, как они есть. Вот кто будет монтировать этот фильм из моих друзей, надо будет как-то сделать так, чтобы, когда он включает фильм, чтобы сразу видно было вот эта фотография, самая яркая, красивая, которую потом сожрали чуть позже пчелы, осы и бабочки. Все, друзья, заканчиваю. Наговорил вам сегодня. Вот. Ой, все. Я с вами не прощаюсь. Это третья серия. Прогулка по ранне-зимнему лесу Железова. 11 декабря. Зима никак не наступит. Снег выпал, растаял. 20 градусов мороза успел нарезать черенки. Показывал, вы видели? И на этом человек, которого ученые, по словам главного редактора московского журнала «Вестник Садовода», он просил их, помогите Железову. Обратите внимание, ответ был, Железов мошенник. А знаете почему? Еще в 30-е годы официально Академия наук, 30-е, то есть почти 100 лет назад, Академия наук была признана, принято решение. Абрикосы бесперспективные. Знаете, чего они не знали? Коротко, конспективно. Они не знали, что их нельзя закапывать на несколько сантиметров. Основание штамба под землей сгнивает, сгнивали целые сады у этих, у самых авторитетных садоводов. Не знали, не знают и сейчас. Посмотрите книги. Сейчас книга, ой, как стыдно мне эти две фамилии называть, про подмановкованные абрикосы. Вот. И сейчас в этой книге 5-6. Это страшная ошибка из учебника в учебник, статьи в статью. Переходит, переходит. Какие 5-6? Есть один из классиков 10 сантиметров назвал. У меня есть эта статья. Боюсь тревожить его, это, прах. Представляете? Это раз. Учить, стонать, что слабая корневая шейка садить в углубление, два. Не зная, где корневая шейка, не делая меток, закапывать на бум, три. Вот. Калечить, делая штамбы, кому? Абрикосу. Абрикос нуждается в ежегодной обрезке. Эта идиотская фраза переходит, посмотрите сами. Переходит с учебника в учебник, со статьи в статью. Идиотское не бывает ничего. Абрикос нуждается в ежегодной обрезке. Тупость невероятная. Афир, как он называется? Не эфир, а этот. Интернет забит статьями. Правильная летняя обрезка. За эту фразу морду надо бить. Какая правильная? Ее нельзя делать летом. Правильная осенняя обрезка. Ее нельзя делать осенью. Правильная зимняя обрезка. Идиоты, это и касается любого, все что угодно. Зима. Побейте у себя стекла в квартире. Вынесите дверь. Раньше так тараканов вытравливали. Уйдут, все двери откроют, все окна откроют. Топить перестают и уходят на 2-3 дня в эту. Как она называется? Баню жить. Вытравливали тараканов. А здесь кого вытравливать? Сады вытравливают. Искалечие дерево и зимой, и осенью, и летом, неважно. Летом дерево покалечишь. А начинают просыпаться почки, попадают под это. И этого никто не знает. Что за технология такая? Вот. Ну что, привет от мошенника Железова. Привет от Наполеона Железова. Привет от этого. Это я в своей кличке. Привет от какого-то металлурга Железова. Короче, привет из Сибири. Вот. Это то, что мы сейчас видели. Жаль, плохо видно. Да и я не этот. У меня руки замерзли. Жаль, что я не этот. Еще, если есть, минутка. Знаете что? Валерий Константинович, у вас фильмы плохо сделаны. Вы наймите этого. Оператора. Я их сделал уже тысячи две. С друзьями, которые монтировали и делили на части длинные. Может уже две. Вы что, охерели? Вы написали вторая фраза? Я вам давать адрес, я вам высылаю деньги нанять оператора. Советчик. Как умею, так как делаю. Это все зато от души. Зато сейчас, вот в эти полчаса. Сколько тут на самом деле? А, через три минуты я насключу сам. За эти двадцать пять минут, кстати, эта яблоня называется медовая. Слаща в жизни не ел. А вы заметили, что ни одной веточки не отрезано. Догадаетесь почему? Нет. Одну отрезал, но это тут уж такому другу нельзя отказать. Одна единственная. И вот я считаю, что, я считаю, что, нет, не так. Я просто не считаю, я боюсь. Я боюсь потерять это все. Вот. А вам я скажу, сегодня за эти двадцать пять минут, двадцать шесть, вы узнали больше, чем вся агрономия для успешного выращивания. Ладно бы, допустим, оставили, посадили и забыли. Привили, забыли. Но тут начинается приватина 30 сантиметров. Уже это самое. Это потери 5-8 градусов. Это потеря, это баллы вкуса. Ой, куда меня заносит опять? Ну, это не последний фильм. Все это надо еще осмыслить. Вот. Вот это и есть революция. До свидания, друзья. Жаль, темнеет. Вот. И как бы мне не стать... Интересно, мне ни разу Минхаузе он не назвали. Я еще удивляюсь. Который вытащил себя за волосы из болота вместе с лошадью. Вот. Я вот таким путем вытаскиваю все российское садоводство. Один. Ну, помощники есть. Но голос только у меня у одного. Вот. Умер Боднов. Умер Латинков. Остался я один. Но я эту ношу не брошу. Я за всех в них буду. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.